Всем привет! С вами снова я, Алиса Первухина. Я художница-иллюстратор. И сегодня наш следующий урок. Напомню, что наши уроки посвящены новогодней рождественской тематике. Мы с вами рисуем акварельные открыточки, посвященные праздникам, которые вы можете подарить своим друзьям. И сегодня у нас очень вкусная тема. Мы будем рисовать новогодний капкейк. Какой же Новый год без сладостей? Поэтому доставайте скорее ваши материалы и поехали! Итак, я подготовила здесь несколько референсов. И будем рисовать с вами капкейк в виде елочки. Вообще верхушка у капкейка в данном случае очень фактурная, потому что сделана специальной насадкой. И поэтому такая прям с множеством складочек каких-то. Ну, то есть, если рисовать, он, конечно, очень красивый. И если не рисовать, то тоже очень красиво. Но это может быть достаточно тяжело рисовать в маленьком варианте. Ну, или просто долго и неудобно. Но мы с вами не хотим тратить на это очень много времени. Все-таки маленькая открытка. Я хочу, чтобы у всех получилось. Поэтому мы с вами упростим наш капкейк. Здесь я сделаю такую вот белую сахарную штучку. Не сахарную, а белый белковый крем. И упростим нашу елочку. Сделаем ее попроще, но тем не менее, это будет угадываться елочка, да. Она вот здесь у меня на референс прям такая фактурная-фактурная, прям такая вся с этим специальной насадочкой сделана. Такая прям вся с множеством. Не могу сейчас показать вам референс, но поверьте мне на слово, она очень красивая. Но боюсь, что мы просто можем запутаться вот в этих всех изгибах, и поэтому давайте упростим эту задачу нашу и сделаем елочку попроще. Вот такую вот елочку. И посадим сюда наверх звезду. Такая вот цвета у нас будет вырезана из марципана, она кажется. Немножко неравномерно сделаю стороны. Сюда положу в углубление какие-то украшения, которые, знаете, конфетки такие есть. Вот мы эти конфетки сейчас сюда положим, чтобы украсить нашу елочку. Здесь у нас, конечно же, такие складочки частые. И, может быть, здесь сделаем какую-то тоже, ну, какую-то такую, не знаю, какую-то облачко, как мы делали на открытке с елочкой, с самобряничным домиком, чтобы он не парил в воздухе. Так, сейчас снова открою референс и начнем. Беру тоненькую кисточку. Как вы видите, палитру я по-прежнему не меняю. Прежнему у меня все остается таким же. Так, сейчас поставлю так, чтобы все было видно. И начинаю со звездочки. Она такая желтенькая, поэтому беру охру и начинаю рисовать звездочку. Вот она звездочка. Пока просто закрашиваем без всяких там каких-то теней или чего-то остального. Просто закрашиваем звездочку. Можно закрасить сразу же и сделать шарики конфеточные. Так, где-то здесь может быть шарик, здесь будет. Ну, и для равновесия здесь потоньше. Так, давайте продолжим с шариками. Какие у нас еще могут быть шарики? Ну, вот здесь на палитре голубой, мне кажется, голубой вполне даже может подойти. Почему нет? Голубой. Он смешан с зеленым, поэтому надо чуть осторожнее. Пусть это будет чисто голубой. Голубой. Здесь голубой. Ну, вот здесь тоже голубой. Так, ну и, конечно же, какой? Красный. Давайте возьмем. Красный. Красный тут шарик. И здесь последний. Оставляем блики небольшие, как видите. Как всегда мы, когда рисуем шарики. Оставляем блики. И продолжаем рисовать нашу елочку. Так, я беру зеленый. Здесь у меня тоже на палитре был этот травяной зеленый. Убедитесь, что шарики наши подсохли. Если они немножко не ровные, не страшно, мы их потом подправим. Это первый слой, как я уже говорила, он всегда исправляется. Цвет у нас падает отсюда, соответственно, здесь у нас будут небольшие блики, самые светлые места. Давайте начнем сверху. Так, очень ярко, очень ярко. Цвет взяла. Надо взять посветлее. И мне кажется, он даже прям такой кислотным не получился. Я его хочу чуточку приглушить синим. Прям капельку. Так. Так, осторожненько работаем. И сразу же добавляем оттень. Вот здесь у нас будет тень, вот здесь под звездочкой, что логично. И с этой стороны немножко строим объем. Тень такие прям резкие, поэтому чуточку я их размываю. Так, и таким образом двигаемся дальше. Начинаем со светлого. Здесь у нас, получается, выпуклая самая часть. Вот здесь вот она у нас. Мы здесь оставляем блик. Так, немножко приглушаю зеленый с помощью синего. Такого какого-то коричневого. Здесь у меня еще лежит какой-то коричневый. Ну, в общем, чуточку приглушаю, чтобы он не был ярким. И добавляю тени. И двигаемся так дальше. Там, здесь тоже тени здесь. Осторожно, не залезайте на шарики, чтобы шарики у нас оставались не закрашенными нашим зеленым цветом. Потому что зеленый цвет у нас плотнее, например, чем желтый. Он с легкостью закрасит, если мы случайно промахнемся. Поэтому работаем тоненькой кисточкой или кисточкой с тонким кончиком, чтобы было удобно. Ну, вот у меня четверка. Я зла четверку. Так, последняя нижняя часть. Так, здесь у нас еще такая белая часть с кремчиком. Поэтому тоже про него не забываем. И тоже его обходим стороной. Вот он тут, 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 тут. Сразу его обозначу, чтобы не запутать. Так, сейчас пока не подсохнет. Здесь размою, чтобы был блик. Так, вот уже какой-то минимальный объем, но есть. Да, у нас здесь блик. Здесь чуть потемнее. Он, конечно, пока еще слабо проглядывается, но он есть. Итак, я дальше беру лимонный. Он прям такой кислотный, лимонный. И в данном случае мы с вами когда-то сахарную такую штуку делали голубым. А в этот раз я хочу сделать ее лимонным. Белковый этот крем с вами его обозначим таким лимонным. Тоже он тут такой достаточно сложный, но я не буду его прям прорисовывать. Потому что мы обозначим его сейчас пока первый слой. Потом чуть-чуть какие-то детальки мы добавим, но не будем надолго останавливаться. Пока все тут у нас сохнет, давайте приступим к нижней части. Я беру жженную умбуру, разбавляю хорошо водичкой и начинаю работать с нижней частью. У нас тоже помним, что здесь падает блик. Поэтому я какие-то блики вот здесь оставляю. Вот здесь вот блики оставлю. Остальные можно вот так уже покрыть одним цветом. Чик-чик-чик. Чик-чик. Вот так. Проведу здесь еще вторым слоем пока влажно. Усиливать эти вот полосочки, складочки. Теперь начну снова сверху. Снова буду добавлять всему детальки. Ну вот беру охру чуточку сжженную умброй, чтобы добавить, например, звездочки. Тени какие-то подчеркнуть. Здесь тень. Здесь скорее всего где-то здесь. Какие-то вот такие части. Ну точечки может какие-то. Звездочка. И двигаемся. Также прорабатываем каждый наш шарик. Добавляем вам тень. Берем чуть цвет поярче, чуть понасыщеннее. Может быть даже если у вас какой-то темный, добавьте какой-то серый, может быть, в этот синий. Чтобы получился чуть более темный цвет. И добавляйте тени здесь. Уточняйте форму. Работайте практически одним пигментом, потому что тут цвет у нас уже есть. Поэтому вытирайте кисточку по цветку, чтобы у вас уже работать одним пигментом. Добавлять только какие-то детали. Будьте осторожны, если у вас еще не высохло от тыльной стороной руки. Ничего не размажьте. Боковой части. Работайте осторожненько. Так, все никак не хочет добавляться на стену. Потом добавлю. Так, то же самое желтенький. Берем тоже чуточку умбры в этот желтенький и добавляем. То есть чуточку затемняем те цвета, которые у нас есть. Красную можно добавить чуточку. Синюю, чтобы он стал такой более фиолетовый. Вот так. Теперь проверяем, высохло ли у нас все. Ждем, чтобы у нас высохли вот эти наши шарики. Думая они, что еще пока не высохли. Поэтому давайте пока вот эту елочку оставим и проработаем нижнюю часть. Сейчас это делаем. Беру также умбру. Добавляю туда чуточку серого. И дорабатываю детальки. Как я их дорабатываю? Провожу где-то вот такие вот. Уточняю вот эти полоски. Здесь они вообще какие-то прям темные. И внизу чуть-чуть обозначу низ. Вот так. И сверху вот немножечко под нашим кремом. Под ним тоже падает тень. Он тоже не прилеплен. Он тоже лежит у нас. Нависает. Поэтому под ним тоже должна быть тень. Вот так. Не буду добавлять здесь как-то больше еще теней. Я думаю, не хочу переборщить. Нападывать много слоев. Поэтому думаю, так будет хорошо. Я думаю, наши шарики уже высохли. Могу работать с елочкой. Беру зелененький. Зелененький. Добавляю в синенький. Может быть немножко умбры. Чтобы получился вот такой травяной оттенок. Чуть-то больше зеленого. А то слишком ушла в травянистость. И начинаем дорабатывать уже так. Тень у нас под елочкой лежит. Тень у нас лежит под шариком. Тень у нас лежит вот здесь. На стыке вот этих соединений. Этих полосочек крема. Назовем их так. Немножко добавлю текстуры. То же самое здесь. Под каждым шариком добавляем текстуру. На стыке. Чуть-то больше. На стыке. Где-то здесь. То же самое здесь. 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 И вот здесь. Над кремом тоже можно здесь так. То же самое здесь. Так вот мы добавили тени. Я хочу добавить еще деталик. Конечный такой штрих. Мне кажется он нужен. Сейчас с кремом доработаю. Эту часть. Доделаю еще. Так. Что с ним можно сделать? Давайте посмотрю свой референс. Еще раз на него гляну. Так. Ну давайте возьмем. Такой. Какой-нибудь фиолетовый оттенок. Красный с синим. Да. Мы с кремом смешиваем. Вот здесь сделаем какие-то вот знаете здесь такие. На нем на этом креме есть. Какие-то. Ну тоже такие украшения. Тоже фактурное. Ну не будем прорисовывать так. Покажем что тут оно вот есть. Где-то вот здесь. В общем очень светлым такие теневые части обозначим. Не резко. Я вот размываю кисточкой чуть-чуть. Так. Покажу что тут вот что-то есть. Что он не просто у нас прямой. И последний штрих я сделаю. Ну на елочке вот на этой последние детальки. Последние темные тени. Такой зеленый беру темный. Добавляю немножко черного. Не черного. Серого. И последние-последние детальки. Чтобы елочка была контрастной. Ну тут по сути подчеркиваю самые темные тени. Ну может быть какие-то точки где-то можно поставить. То есть самые темные тени у нас на стыке. И вот с этой стороны. На стыке двух объектов. Так. Так. Ну какие-то точки. Может добавим. Ну вот собственно и все. А. Да. Я обещала сделать нижнюю часть. И благополучно про нее забыла. Давайте я возьму немножко синего. Так. Синий здесь у меня прекрасно смешался с зеленым. Остаточки синего. Берем. И добавляем вот здесь. На какой-то вот он подставке стоит. На подставке на каком-то облачке. Что это за облачек? Мы не знаем. Но какой-то облачек. Чтобы он на чем-то стоял. Ну вот и все. Наш сугробчик на капкейк на сугробе готов. Делитесь вашими результатами. Отмечайте нас. Будем смотреть, что у вас получилось. Ну и конечно увидимся в следующем уроке.